Приветствую всех телезрителей на канале ЛТВ 7, всех болельщиков, потому что сегодня в программе «Жизнь сегодня» у нас спортивная студия и мы будем говорить о футзале. Мы год назад говорили об этом же виде спорта и, конечно, хочется узнать, какие изменения произошли в нашей главной команде, в сборной страны, кто является лучшим игроком по футзалу. И поэтому сегодня у нас на белом диване главный тренер сборной Латвии по футзалу Артур Шкетов. Добрый вечер. Ну и Максим Сень, игрок номер один в Латвии, лучший игрок нашей страны последних трех лет. И тут мы видим, что никаких изменений не произошло за последний год, Максим. Как так удается эти призы собирать? Ну, я думаю, что первое, что хотелось бы отметить, это, конечно же, результат, который... вот это первое место, оно всегда... очень много факторов, да, которые сопутствуют. И прежде всего, это, конечно же, командная игра, которая очень влияет на то, кто будет лучшим, да, определение лучшего игрока. И мне очень повезло, что я играю с такими партнерами, которые, в принципе, я думаю, так же, как и я, могли бы быть номинированы. И многие заслуживают также быть признанным лучшим игроком в Латвии. И я хотел бы еще раз отметить, что это, конечно же, командная игра, и здесь результат складывается не конкретно зависит от одного человека, а именно командные действия. И поэтому мне, наверное, повезло, что я играю именно и в клубе, и в сборной в сочетании с такими игроками, которые помогают выходить на такой уровень. И, кстати, примерно вот такую же мысль накануне высказал Леонель Месси, который стал пятикратным обладателем золотого мяча, да? У него есть фотография, вот сегодня можно ее найти в интернете, где он с пятью своими призами, кубками. А у тебя есть фотография, где у тебя три приза лучшего игрока по футзалу в Латвии? Есть такая или нет? Нет, я такие фотографии не делал. Я, в принципе, акценты на личные какие-то трофеи обычно не делаю, потому что, ну, если ты выбрал вид спорта командный, то, соответственно, ты должен чувствовать себя частью именно команды, а не выделяться как личность, иначе может не получиться вот таких успехов. Скромный у нас игрок. А как напарники по команде реагируют? Кто-то, может быть, завидует даже тебе все-таки? Ну, сложно сказать. Ну, конечно, какое-то косвенное чувство, это зависть, да? Но, я думаю, все понимают, что это не столь важно, сколько, может быть, какие-то определенные цели, которые мы ставим по ходу сезона. Это чемпионат Латвии, это успешное выступление на Кубке UEFA, это также в сборной, это выступление на международной арене в европейской квалификации, в мировой квалификации. И, прежде всего, цели ставятся общекомандные, и их первоочередно все понимают, что нужно решать. А то, что это какие-то индивидуальные призы, это, мне кажется, больше такой, ну, индивидуальный должен быть вид спорта, чтобы человек гордился этим, что он... Ну, все понятно. Я думаю, что сейчас можно поговорить о сборной Латвии. Мы плавно перешли уже. Да, у нас главный тренер в студии Артур Шкетов. Последние матчи наша команда проводила в Эйнховене, где проходили матчи уже последнего отборочного турнира чемпионата мира. Три матча, три поражения, но я скажу, что наша команда выглядела, как минимум, в двух встречах достойно. Голландия, Босния, Испания – очень серьезные соперники. И, казалось бы, совсем немножко остается наша сборная, чтобы все-таки попасть в финальный турнир. Чего не хватило в Эйнховене, и если бы вот матчи проводились в Риге, мы бы смогли порадовать болельщиков победой? Артур, тебе слово. Ну, конечно, мы уже пятый раз выходим в основной раунд и все время ставим задачу выйти дальше, как минимум, в стыковые матчи. Буквально полгода назад мы играли практически в такой же группе. Были голландцы, Босния, Герцеговина и была Россия. Сейчас вместо России была Испания. Это гранда мирового футзала. Но если испанцы в итоге обыграли все три сборные с сравнимым счетом, хотя мы долго с ними боролись, и после первого тайма был счет 0-1, то Босния и Герцеговина и с голландцами – это был наш самый важный матч за выход в следующий раунд. Мы выигрывали после первого тайма 1-0, но, к сожалению, наверное, нам не хватило всего понемножку. И сил, и опыта, и что-то еще, наверное. Удачи. У нас, к сожалению, в этот раз по сравнению с предыдущим основным раундом 6 игроков не играло по разным причинам – из-за болезней, травм. Основных в основном, да? Ну, те, которые у нас были в заявке в 14 игроках. И поэтому это тоже, конечно, повлияло, поскольку у нас нет такой длинной скамейки. И, наверное, в концовке, когда вот эта цена каждой ошибки, наверное, это тоже сказалось, конечно. Хотя, в целом, игры и с Боснией, и с Голландией, они, в принципе, были равны. И там вот микроэпизоды решили исход встречи. Вообще, вот я скажу, что сборная Латвии по футзалу, когда выступает в Риге, пользуется большой популярностью. Во всяком случае, трибуны всегда заполнены. И мне, честно говоря, просто жаль, что вот у нас все есть, кроме вот не хватает какой-то изюминки или, скажем, вишенки на торте, чтобы мы все-таки смогли пробиться в финальный турнир. Потому что, я думаю, что если мы попадем в число сильнейших команд Европы или мира, мне кажется, все-таки это будет качественный скачок, и популярность футзала еще более возрастет. Так ли, Артур? Конечно, безусловно. Это сейчас, чтобы попасть в финал чемпионата Европы, это надо попасть в число семь ведущих стран. Семь. А в большом футболе 24. Поэтому здесь, видите, задача очень сложная, учитывая, что все-таки у нас непрофессиональный футзал. Но мы все время стараемся ставить самые высокие задачи, и вот нам чуть-чуть действительно не хватает. Но ничего, у нас, я думаю, что мы накапливаем опыт, и мы все ближе и ближе к цели. Ну вот вы, Артур, сказали, что у нас непрофессиональный футбол, то есть все игроки любители. А у нас есть вообще профессионалы, кто только этим и занимается и зарабатывает этим себе на жизнь? Ну, в принципе, наверное, есть отдельные игроки, но по большому счету у нас профессиональных команд, которые только занимаются футзалом, у нас в Латвии нет. А какие профессии у ведущих игроков футзал латвийских? Вот кем они работают? Профессии очень разные. Обыкновенные профессии, которые у нас в Латвии есть. Инженеры, строители, врачи, юристы, банковские рабочие. В основном вечером тренировки во всех командах, даже в ведущем клубе. Не кажется, это чемпион последних лет. Ситуация похожая, игроки работают и приходят. А вообще, возможно, в Латвии создать профессиональную команду из латвийских игроков, которые бы занимались только футзалом? Или, в принципе, таких условий на сегодня у нас нет? Ну, в принципе, такие проекты были уже, и команды были близкие, скажем, к профессиональным. Если брать точку отсчета, испанский чемпионат, Россия, где действительно мы сталкиваемся с профессиональными игроками и командами, и сборная составлена из профессиональных игроков, этим, конечно, мы похвастаться не можем. Но все, наверное, упирается в финансирование. А вот те сборные, против которых играет наша команда, они полностью стоят из профессионалов? И они знают, что они играют против любителей? Когда мы играем уже в основном раунде, там, да, мы играем против профессиональных игроков. Это, конечно, тоже играет решающую роль. Ну, как-то, Максим, ты общаешься с оппонентами, может быть, с кем-то и говоришь, что, ну, ребята, мы вообще работаем по 8 часов в день и играем только вечером в футбол? Ну, периодически, конечно, да. Как они реагируют? На всех мероприятиях, после игр, да, мы, конечно, общаемся. И многие удивляются, говорят, что это, в принципе, для любителей, это хороший уровень, который у нас сейчас есть. И я знаю, что многие оценивают, что наша сборная прибавляет. И это и по результатам тоже можно отметить. Многие, конечно, удивляются, потому что те, кто на профессиональном уровне работают, они понимают, что у них двухразовые тренировки в день. И они не понимают, как мы можем, в принципе, соперничать, да, еще находясь на таком уровне. А такой вопрос не задают? Я просто на себе это ощутил. Зачем вам все это нужно? Ну, не сдают, они понимают так же, как и они. Мы любим этот вид спорта и отдаем себе полностью. Любовь к спорту у тебя и у Максима то же самое. Да, то есть это то, что объединяет. Они понимают, что есть какие-то мысли по тому, как себя реализовать в определенном виде спорта. И каждый человек пытается найти это место и реализовать себя. Вот, как бы, наверное, это общие точки, которые... Еще один вопрос. Вот ставил когда-нибудь себя на место вот тех команд, тех игроков, если бы вы были профессионалами, что бы было бы тогда? Ну, конечно, сопоставлял, да. Наверное, все было бы гораздо лучше. Эти все, как говорят в футболе, нет мелочей. В футзале это, наверное, еще актуальнее. Потому что все вот эти мелочи... Вот приведу пример даже, если, к примеру, да, какой-то розыгрыш стандартного положения происходит, да. Если команда оперативно не реагирует на то, что другая команда вводит мяч, можно пропустить быстрый гол и, ну, не занять свое место на поле, ну, именно занять позиции. В профессиональном виде спорта профессионалы, они оттачивают это. То есть таких минусов очень мало происходит. У нас за последний год, я как бы вижу со стороны, и у нас, ну, именно в чемпионате, очень много моментов, когда люди просто, может быть, физически как-то, ну, не успевают перестраиваться. Да, и вот эти моменты они реализуют. Это вот просто как пример. Ну, вот Максим является лучшим игроком по футзалу. Три года уже. Вообще, вот, Максим, были ли вообще варианты уехать? Мы до эфира говорили. Предложение там в Европу поиграть в нормальном чемпионате, в нормальном клубе. Почему? Я смотрю состав сборной Латвии, ребята все играют дома. Потому что они работают, либо потому что их не приглашают. Что здесь происходит? Ну, по поводу приглашений, как таковых приглашений не было. Были такие, знаете, как через кого-то, там, можно попробовать. То есть, таких прямых предложений не было. Я думаю, что это больше связано с тем, что основные страны, где происходит вот этот весь футзал, да, Испания, Россия, там свои игроки, да, они на профессиональном уровне растут с детства, питают вот эти все азы. И у них гораздо лучше все это получается. И нужно просто феноменальными способностями обладать, чтобы попасть в такой чемпионат. Как бразильцы, например, обладают, поэтому они играют. Они, в принципе, да, и в России, и в Испании, и в Португалии. И эти все, ну, как игроки этих стран, Испании, России тоже, они, в принципе, в любую страну, если попадут, они не затеряются там. Потому что у них есть уже определенный уровень, определенный класс, они там 6-7 лет футзалом именно по этому направлению работают. И, наверное, с этим тоже очень много связано. Ну, вообще, вот футзал или мини-футбол, спорт такой, мы в детстве называли мини-футболом, да, сейчас все-таки принято в мире футзалом называть, да, футбол-помещение. Насколько я знаю, все-таки, по сути, это одно и то же, просто разница в правилах, правильно? Ну, в принципе, раньше было и мини-футбол, и футзал. Уже примерно 10 лет, как UEFA и FIFA взяли, скажем так, к себе этот вид спорта, начался называть футзал. Правила немножко отличаются, но сейчас в основном распространен футзал, вот, о котором мы говорим, в который мы играем. Где мячик гораздо меньше, чем в классическом футболе, совершенно небольшой, но похож чем-то на гандбольный, можно сказать даже. Вопрос к Максиму, а как сами себя футболисты, футзалисты, как они себя называют? Вы футзалисты? Ну, да, больше так футзалистами, да, мы друг друга обзываем, скажем так. Обзываем, да, да. Ну, и, скажем, вот, общее, что с большим футболом? Мячик немножко поменьше, это понятно, а ворота совсем другие, это тоже не классический футбол. А обувь такая же, вы играете в какой обуви? Обувь немного другая, потому что более пологая, потому что жестко, ну, как покрытие, обычно это паркет, ему бывает тирофлекс, не нужны так называемые шипы, и обувь, мы их называем просто тапочки, футзальные тапочки. Как часто надо менять футзальные тапочки? Бывает, что за неделю-две ты можешь сносить их, потому что, когда идут, ну, высокие интенсивные тренировки, очень много времени проходит, ну, именно на самих тренировках. Бывает так, что месяца два хватает. Ну, то есть это как у кого. Бывает, люди полгода пользуются одной парой обуви. Ну, все. Я думаю, что мы удовлетворили любопытство наших телезрителей, которые хотели что-то узнать о футзале. Держи, Максим, мяч. И я хочу пожелать, чтобы с очередной шестой попытки все-таки сборная Латвии добилась того, чего она желает, и все мы желаем, конечно, ребятам и твоим подопечным, Артур, чтобы наша сборная все-таки пробилась финальную часть чемпионата Европы, хотя там уступает, как ты говоришь, 7 команд, а не 24, как в большом футболе. Но, тем не менее, я думаю, мы дождемся того момента, когда о латвийском футзале узнают во всем мире. Также хотелось бы, чтобы у нас появились другие талантливые мастеровитые игроки, не только Максим, а то призов он не оставит другим. Но я думаю, что Максим этот приз получил вполне достойно и является лидером нашей сборной. Все правильно, Артур? Один из лидеров. Один из лидеров. Так что, я думаю, с такими ребятами наш футзал точно не пропадет. Ну, а мы вам говорим до свидания. Владимир Иванов со своими гостями вас познакомит уже через неделю. Кто это будет, уже узнаем, наверное, в конце недели. Возможно, зададим анонс.